Всем привет! И сегодня мы и Серега решили снять фильм ТОП 5 мотоциклов СССР. Да, всем здрасте. И пятое место почетно занимает мотоцикл советского производства ИС-ЮПИТЕР. Довольно хороший мотоцикл. Но, как бы, Серега, у нас тут все мотоциклы советские. Да. Ну это как идет фильм. Давай. И смотрим ролик. Мотоцикл в СССР был популярным транспортным средством. Ведь деньги для покупки автомобиля имелись далеко не у всех. Да и машин не хватало. А мотоцикл был доступным. Знакомьтесь. Иш-ЮПИТЕР. Первый сошел с конвейера Ижевского мотозавода в 1961 году. Сначала ему дали название Иш-58. Но потом скучные цифры заменили модным космическим словом. ЮПИТЕР был на вершине гаммы заводской продукции. Да что там заводской. Многие мотоциклисты считали его лучшим советским мотоциклом. Мощным и скоростным. У нас на тесте ЮПИТЕР-2, выпущенный в 1968 году. Он очень похож на первый. Правда, чем они различаются, мне неведомо. Экипажная часть тогдашних Ижей была полностью разработана советскими конструкторами. Трубчатая рама, мягкая телескопическая вилка, глубокие грязезащитные щитки, бардачки для всякой всячины. Все это досталось ЮПИТЕРу от одноцилиндровой модели почти без изменений. Вот оно, сердце мотоцикла. ЮПИТЕР получил совершенно новый двухтактный двухцилиндровый воздушного охлаждения короткоходный агрегат объемом 350 кубических сантиметров и мощностью 18 лошадиных сил. Итак, ключ. На старт ногу на кик. Двигатель ожил, как говорится, с полоборота. Слышите, какой звенящий у него звук? Мотор очень отзывчив к ручке газа. У него прямо-таки спортивный норов. Первая передача включается с сцеплением, а дальше, как у Явы. Можно переключаться, не выжимая ручки. Ускорения бодрые, аж дух захватывает. Кресло-диван позволяет почти лечь на бак, чтобы разогнаться до максимума. ЮПИТЕР выпускались как с колясками, так и без. Скорость одиночки была более 100 км в час при расходе 6 литров. По тем временам отлично. Двухтактные моторы питаются смесью бензина и моторного масла. В 60-е и 70-е существовали колонки по продаже этой смеси. У ЮПИТЕРа была долгая жизнь. Следом за второй появилась третья, четвертая, пятая модель. Ну а дальше, как у всех, потребовались средства на переоснащение завода. И на этом все закончилось. Так ЮПИТЕР стал историей. Следующее место, у нас четвертое идет. Да. Ну место хорошее довольно для советских мотоциклов. И почетно, и почетно, четвертое место занимает мотоцикл ИЖ Планета 5. Хороший мотоцикл советского производства. Смотрим видео. Вот это мотоцикл. Наконец наступила весна, а значит начинается мотосезон. Так было и в советские времена. Знакомьтесь, ИЖ Планета 5. Производство этой одноцилиндровой модели началось в 1985 году на Ижевском мотозаводе. Она позиционировалась как техника для сельских и деревенских жителей. Пятая Планета отличается от предыдущих угловатым и современным по тем временам дизайном. У нее новый приборный щиток. На нем только спидометр. Остальная информация высвечивается лампочками. Всю эту модернизацию правильнее было бы назвать рестайлингом. Вес в снаряженном виде несколько великоват 180 килограммов. Кстати, наш мотоцикл, как и почти все подобные, подвергся небольшому колхозному тюнингу. Двигатель двухтактный воздушного охлаждения потребляет около 5 литров смеси бензина с маслом. Объем цилиндров 350 кубических сантиметров, а мощность 22 лошадиной силы. Открываю бензокран, утапливаю поплавок, поворачиваю ключ зажигания. Тут нет электростартера, нужно работать кикстартером. Поэтому залог успеха – тщательная настройка двигателя. Не заводится. Такое бывает, но не часто. Но есть один дедовский способ, называется «столкача». Посадка удобная, ее можно подкорректировать положением руля и подножек, но мне хорошо и так. Большие 18-дюймовые колеса и замечательные подвески переднего и заднего колеса позволяют комфортно двигаться по грунтовым дорогам и по асфальту. С помощью участников всей съемочной группы мы продолжаем оживлять этот мотоцикл. Его максимальная скорость 120 км в час, а больше и незачем, завелся. Видимо, нас испугался. Он стал последней лебединой песней из жмашмота. Завод держался на плаву, пока были поставки продукции в Азию, Африку и на Кубу. С введением жестких экологических норм, двухтактные моторы попали в черный список. И зарубежные продажи прекратились. Были безуспешные попытки освоить выпуск шестой и седьмой планет. Но в 2008 году предприятие остановили, а конвейер разрезали и стали в металлолом. Опять заглох. Вот так закончилась история самого популярного мотоцикла среднего класса. А жаль. Почетно занимает бронзовое место советский, дешевый, надежный, надежный мотоцикл. Вахватрием. Мотоцикл хороший. У меня было видео снято по такому мотоциклу, но у меня, конечно, мотоцикл другого цвета. А тут просто подборка из интернета. Новая радица. А теперь... Восход. Это имя было присвоено первому советскому многоместному космическому кораблю, поднявшемуся в космос 12 октября 1964 года. Также назвали мотоцикл Ковровского завода имени Дегтярева. Восходы, появившиеся в 1965 году, явились логическим продолжением предыдущей модели К-175 Ковровец. Наш мотоцикл с индексом 3М был завершающим в линейке и сошел с конвейера в 1983 году. Отличить один восход от другого может только специалист. Внешние различия, конечно, есть, но они не бросаются в глаза. Кроме, естественно, надписей на бардачках. Небольшие 16-дюймовые колеса говорят о том, что это типичный городской мотоцикл для эксплуатации на хороших ровных дорогах. Но размерность колес не останавливала селян от покупки. Что же в нем нового? Ну, конечно же, фара с отражателем Евролуч. Пластиковый приборный щиток со спидометром, контрольными лампочками и замком зажигания. Резиновые гофрушки на передней вилке. Одноцилиндровый бензиновый двигатель рабочим объемом 174 кубических сантиметра выдает 15,5 лошадиных сил. Ребра охлаждения немного увеличены. Агрегат получил новый 65-ваттный генератор, выдающий 12 вольт и бесконтактное зажигание. Питается он смесью бензина АИ-93 или А76 с маслом. Расход около 4,5 литров на 100 километров. Заводится советский мотоцикл по старинке кикстартером. Забавно, что вот такой откидной лапки на предыдущих восходах не было. Запуск очень легкий. При собственной массе 125 килограммов восход 3М способен увезти 150. Зачем мне эти цифры? Так, для информации. На ходу мотоцикл очень приятен. Гидравлические амортизаторы мягко глотают дорожные неровности. Конечно, от поездки на нем дух не захватывает. Разгон уверенный, тяговитый, но неспешный. Это поистине народный транспорт. Он был относительно недорог. Всего 580 рублей. Просто в эксплуатации и ремонте. Выпуск его прекратили в 1993 году. ЗИД перешел на производство следующего поколения мотоциклов. Сегодня восход 3М стал легендой. Для многих мотоциклистов он всегда будет тем самым первым и незабываемым. Серебро занимает советский мотоцикл под названием Минск. Чёрт знает какой модели. Ну, 125. Смотрим видео нашей сборки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 В 1974 году советский мотопром шокировал всех мотолюбителей, выпустив изделие под названием «Иж Планета Спорт». По тем временам это было нечто. Да, для отечественной промышленности этот мотоцикл был настоящим технологическим прорывом. Его скоростные и динамические характеристики потрясали. Ходили слухи, что владельцев этих «Ижей» не могли догнать даже ГАИ на своих оппозитах-одиночках. В годы появления этого нечто королевой советских дорог была Ява-350, но «Планета Спорт» оказался легче на 20 килограмм и мощнее на 10 лошадиных сил. Отечественный мото-мир раскололся на два лагеря – любители Яв и любители спортов. Легкий, стремительный, с обилием хрома, он и сегодня смотрится вполне современно. Необычный горбатый бензобак с круглыми негребсами, желтый-черный окрас. По дизайну «Планета Спорт», а выпускался он только как одиночка, перекликается с японцами 60-70-х годов. Да и комплектация первых мотоциклов, а наш и с той партией, была японской. Передняя вилка, карбюратор «Мекуни» и электрика «Дэнса». Представляете, как много значила в те годы летая строчка «Мадеэнд Джапан». Заводится мотоцикл очень легко. Спасибо друзьям из страны восходящего солнца. Мотор у мотоцикла очень злой, высокооборотистый. В просторечии «Планету Спорт ПС» называли псом. Аббревиатура очень точная, потому что при повороте ручки газа мотор как бы тявкает. Чтобы извлечь из двигателя весь потенциал, приходилось его крутить почти до максимальных оборотов. По этой причине скоростная езда по асфальту доставляет массу удовольствия. Однако, например, проехать не спеша на холостых почти невозможно. Мотоцикл, как бы это правильнее сказать, более валкий, чем хотелось бы. Но устойчивость повлияла также потеря веса. Ишь был чувствителен к порывам бокового ветра. Очень наровистый характер. Без опыта на пса лучше не садиться. Он так и норовит встать на заднее колесо. Стоили псы довольно дорого. Сначала их цена составляла чуть более тысяч рублей. Впоследствии она подпрыгнула до 1200. Это были немалые деньги. Если вспомнить, что «Москвич-2140» стоил около 5000 рублей. Никогда до этого, да и после, отечественный мотопром не изготавливал мотоциклы специально для молодежи. Или, как бы сегодня сказали, для драйва. А жаль. И конец нашего ролика. Кино мы просто сняли. И чтобы вы не писали тупые комментарии, пишите только хорошие комментарии. Видео снято просто для опроб. Мы просто решили попробовать. А дальше мы будем делать и сравнение. Минск, Восход, там всяких разных мотоциклов. Это будет зависеть, ну, когда у нас будет свободная игра. А теперь слово Сергею. Итак, автор идеи М. Кирилл. Мы фамилии не писали, потому что нам было лень. Создатели я, Сергей и Кирилл. Монтаж те же самые люди, которые и создали данный проект. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Желаю близко в 99. Всем пока.